САХА САХА Всех любителей самого поздравляю с очередным нашим праздником, к борьбе. Конечно, уровень подготовки очень хороший. Очень много судил чемпионат Европы, мира, европейской части соревнований, международного уровня судил. Подготовка соревнований очень серьезная, на хорошем уровне стоит. Спортсмены, конечно, доминируют российские спортсмены, ну, то есть азиатская часть нашей страны. Очень понравились туркмены, монголы, как обычно, традиционно. Ну, в принципе, все. Несколько спортсменов из России. Девочка понравилась, вот она выйдет в финале бороться. Да, она первой выйдет, Регина Миллер, да? Да, вот она очень понравилась, такая невозмутимая, психологически очень уравновешенная, такая спокойная, что как будто она сон видела, что она выиграет. Вот она, кстати, да. Хорошая девочка, мальчика. Вот, понравился монгол мальчик, Ёлка зовут. Очень интересно, но хорошо, наш спортсмен его тактически грамотно обыграл и вышел в финал. Финал 55, очень будет хороший, насыщенный финал. Там местный мальчик будет бороться с Дальневосточным, с Дальнего Востока, с ребенком. С Игорем Рощупкиным, да, у нас Слава Рощупкина. Да, очень интересный финал будет. Ну, в принципе, вот просмотрев все встречи, в финал вышли те, кто достойно вышел, кто должен был выйти. Сильнейший, да? Сильнейший. Действительно сильнейший. И напомню, дорогие телезрители, у нас сегодня три веса у девушек и три веса у юноши. И первыми, конечно же, выходят дамы на ковер. И Регина Миллер в красной форме, и Татьяна Бараболе выйдет в синей форме. Она представляет Дальневосточный федеральный округ, город Уссурийск. Наша соседка, надо сказать. Ну, а Регина Миллер из Красноярска, девушка. Тоже хотелось бы отметить судейскую коллегию наших судей. Ни одну встречу они, в принципе, не смазали, не испортили. Каждый спортсмен получил то, что он должен был получить. Грамотная работа главной судейской коллегии, во главе главного судей Шкедова Сергея Григорьевича. Зам главного судей Баркова Евгения Алексеевича. Молодцы. Сейчас на втором ковре судья судят. Это Хамид Хапай. В прошлом очень хороший спортсмен. Судья международной категории экстракласса. Садыгеи, город Майкоп, руководитель ковра. Арбитр на ковре Илья Цеклаури. Он с Ладикавказа. Тоже в прошлом очень хороший спортсмен. Боковой судья с Киргизии. Парень. Его первый раз только вот... На этих играх? Второй раз вижу вот на этих играх, да. Ну, все судьи, они прошли обязательно международный семинар. Без этого семинара ни один бы судья бы здесь не имел бы права судить. Поэтому здесь достаточно опытные судьи. Да, это финальная встреча. Вес 38 килограмм. Дикина Миллер сейчас встречается, напомним, с Татьяной Бараболе. И вот сейчас пытается взять на болевой. Да, обоюдный болевой идет. Обоюдный болевой. Здесь кто выдержит, называется. Кто сможет вытянуть. Посмотреть бы еще лицо Регины Миллер. Перекатывается. И мне кажется, сейчас Регина может взять финал, да? Нет. Нет, поднимут. Обоих поднимут. Обоих поднимут. Нет, здесь ничего не будет. Обоих поднимут. Да, и как уверенно, да? Прошла всю дистанцию до финала Регина Миллер. Всех практически выиграла. Всех. Спокойно. Явно выиграла. Да, явно преимущество. С нулем она вышла. И даже чистый бросок был. Да, да. Единственная, по-моему, победа на броске. Вот ей дали первое предупреждение. Бал у спортсменки в синей куртке. Я думаю, она должна сейчас раскатать ее. Время еще две минуты. Напомним, что схватка в самбо длится четыре минуты. Вот бал. Не дали бал. Не дали, да. Интересно, конечно. 0-1 ведет к Бараболе. Так, да. Бараболе. Спортсменка Уссурийска. По-моему, они встречались даже. Где-то в начале. По-моему, они встречались. Я же говорю, вот эта система до шести штрафных. Если спортсмен один раз проиграл, он у него еще шансы в финале побороться и выиграть эти соревнования. Олимпийская система. Проиграл, вылетел. Такого шанса не дает. Свободный выход. Но она стала ее тактически грамотно обыгрывать. Сейчас дали замечание. Очень умная девочка. Это Регина Милев. Тактически подкованная, да? Чувствует ей. Вот бросок. Вот бросок, который будет оценен. Да, два балла. На плечо, да, упала? На бок. На бок, да. Плечо с перекатом на бок. Это два балла с падения. И сейчас уже впереди на бал Регина Миллер. Ну и Бараболе тоже надо отдать должное, да? Да, конечно. Какое достойное сопротивление в финале. Чистый финал. Очень упорная. Финал. Одним словом, финал. Упорная борьба идет. В принципе, я ждал, что Регина и здесь будет доминировать. Но такого явного преимущества пока мы не видим. Но минута. Понятие финала он дает о себе знать. Где-то перестраховывается, где-то лишний раз не рискует. Сейчас, думаю, она еще один бросок сделает, успокоится. И тогда может раскатать. Когда уже достаточно комфортное будет преимущество, да? И уже элемент случайности уже такой можно практически исключить, да? Сейчас даже если буквально там секунд на 10-15, если Регина остановится, то есть ее могут наказать, и она будет проигрывать. Потому что следующее предупреждение, это уже будет второе. Спортсменки с синей куртки дадут 2 балла. И уже она будет проигрывать. Поэтому ей сейчас и останавливаться нельзя. 25 секунд. Ну, вот бросок сейчас она сделает. Поднимет сейчас арбитр. И пока работа идет, арбитр не поднимет. 11 секунд. Да, как вы помните, за 11 секунд можно схватку решить. Да, что наш Слава Конощук продемонстрировал. Сганга вместе бросил и вытянул схватку. И Регина Миллер. Первая победительница первого дня соревнования. Кумочка. И у нее вторая золотая медаль шестых международных спортивных игр Дети Азии. С чем мы ее поздравляем. Тоже достаточно такой очень серьезный успех. Международный турнир и два золота в двух разных видах спорта. Польная борьба и самбо. Знаете, я бы не удивился, если бы, допустим, дзюдо было бы или раньше, или позже самбо. Она бы, мне кажется, и под дзюдо могла бы выстрелить. Да, действительно, очень серьезный спортсмен растет. Не только вот так. Молодец, девочка. Молодец, действительно. Эта весовая категория, напомню, 38 килограммов. Второе место таким образом у Татьяны Бараболе. Два бронзовых призера Сара Кылым и Татьяна Мигалкина. Давайте посмотрим сейчас интервью. Регина, поздравляем, что ты стала чемпионом Игоря Дети Азии. И как ты оцениваешь свою сегодняшнюю борьбу? Оцениваю так же позитивно, как все. Ну, устала. Все. Что для тебя значит быть чемпионом Игоря Дети Азии? Я не знаю, это просто победа, к которой надо стремиться и все. Спасибо, удачи. Без ничего, спокойно так сказал. Молодец. Давайте посмотрим по второму. Победный бросок ее на 2 балла. Очень уверенно, спокойно довела до победы, да? Да, что я ей сказал. Сейчас спокойно она разберется. Итак, сейчас пора юношам выйти на ковер. И сейчас первый финал у юноши весовой категории до 42 килограммов. Нургази Жонбасунов, Кыргызстан. И Абдурасул Маматкулов, Дальневосточный федеральный округ. Вот он перед нами. Один из героев утренней программы нашей. Да, спортсмен, который нам очень тоже приглянулся. Его борьба, его характер. И вообще его манера, да? Да, ведение и схватки ведет себя тоже. Вот очень уверенно, видите, да, как. Степан, помните, да, что, в принципе, все встречи я прокомментировал и досрочно говорил, кто выиграет, кто проиграет. Да. А вот он мой прогноз взял и нарушил. Молодец, умничка. Очень уверенный, да, в себе парень. Очень грамотно провел полуфинальную схватку как раз с елкой из Монголии. С очень серьезным противником справился досрочно. Досрочно техническая победа. С явным преимуществом. Уверенно, конечно, себя чувствует он. Молодец. Ну, дай бог, чтобы в финале так же уверенно он и проборолся. Да, еще раз напомню, что у девушек, в предыдущий финал, которого мы наблюдали, да, 38 килограммов, наша землячка Татьяна Мигалкина выиграла бронзовую медаль. И, конечно же, поздравляем Таню с этим успехом. В вечерней части мы просмотрим шесть финальных встреч. Три у девочек и три у юношей. Нургази Занбасунов, Абдурасул Маматкулов. Кыргызстан и Дальневосточный федеральный округ. Итак, начинается схватка и четыре минуты. У спортсменов пока табло почему-то не работает. Только включили. Тут надо объяснить, что даже если спортсмен просто оказывается в партере, то тут технического действия пока нет, да? Нет, нет, да, это идет борьба в партере. Просто идет как в стойке, здесь борьба делится на две части, как в стойке, так и в партере. Просто борьба перешла в партер, да? Партер, да. И там продолжает борьба для определенного технического действия. То ли сделать удержание, то ли сделать болевой парень. Тем самым будет встреча. Сейчас сделал две атаки с посленно-синей куртки. Маматкулов. Очень неординарный борец. Но видно, что в Кыргызе мальчик неудобный для него. Если монгол боролся, такие борцы, как Маматкулов, они любят, чтобы с ними боролись, и они себя чувствуют как рыба в воде, когда с ним борются. Есть место для маневра, есть место для созидания. А такие борцы, как вот в Кыргызе мальчик, они разрушители. Они не дают ни сами бороться, ни другим не дают бороться. С ними очень тяжело. Вяжет, да? Вяжет, да. Очень тяжело. И вот они больше всего на партер рассчитывают. Вот что и... Вот он в партер постоянно затягивает его. Интересная будет встреча. Как же он его обыграет? Интересно. Тактически, да? Тоже, как себя будет вести. Маматкулов. Вот, если уйдет в партер, тут есть опасность того, что он проиграет вот на болевом премии. Хочу сказать, что Кыргызе физически крепенький мальчик тоже. Да, и повыше. Повыше это не... Не столь важно. Не столь важно, да. Рычаги, главное, крепкие. Ну, и Маматкулов вроде бы тоже для своего возраста не подарок. Ищут захваты и пытаются сейчас бросить. Жан Басунов поймал, но не дотянул чуть-чуть. Хорошо поймал, вошел. Если Жан Басунов болевой или удержание в партере не сделает, то эту встречу он проиграет. Ну, очередной прогноз от... Да, Маматкулов... Артур Адамена. Сейчас накажет, судя по синему спортсмену. Вот балл. Синего. Есть балл, нет? Был балл, но почему-то не знали. Ну, отсюда один фокус, там на ковре другой фокус. Вот наказали. Вот наказали. Сейчас Маматкулов наш ведет один балл. И вот, если он в партере ничего не сможет сделать нашему спортсмену, то встреча так закончится. Ну, надо... Да, действительно, 1-0. Что-то технический секретарь там оценку не повесил на табло. Хотя, предупреждение, арбитр показал, да? Да, да, да. Вот, вот далее, вот теперь все. Вы слышали нас? Да, и 1-0 ведет Маматкулов. Парень из Петропавловского. Опять такое же движение было. Почему не оценивали? Полторы минуты. Сейчас, я думаю, что тот момент просмотрят, где я сказал, что один балл должен вылетать. И дадут, да, скорее всего, один балл. Ну, посмотрим. Конечно, ракурс здесь другой. Арбитр на ковре, он поближе находится все-таки. Нет, дали спортсмену возможность привести себя в порядок. Да, это... Развязался шнурок. Последнее новшество, которое в самбо ввели, очень так вот мне понравилось, что спортсмены к врачу идти не могут по желанию. Вроде раньше мы могли показать, что у них нога болит или там колено болит. То сейчас только арбитр может решать, идти ему к врачу или нет. При наличии крови там, рассечения чего-то или травмы. Да, травмы какой-то, видимые травмы. Тогда тот. То время тянули, когда функционалки не хватало, спортсмену. Он тянет время. Начинает развязывать шнурок. Развязал шнурок, оголил стопу. И только после этого врач только начинает к нему прикасаться, тогда тот включает секундомер. То есть наказание, помощь, время дается. И тем самым не затягивается поединок. Не затягивается встреча, он отдыхает, он спокойно. Вот, вот теперь сейчас где-то очень хорошее новшество сделали. Были замечания. Последняя нюня пошла. Мамат Кулов молодец. Да, он переиграет. Он неудобный. Киргиз просто неудобный для него. Пока такое соотношение не очень большое. Да, баллов один на... Вот. Баллов такой щекотливый, конечно. Ну, Жан Басунов тоже понимает, что у него есть шанс, конечно. Поймал. Опять поймал. Да, и балл заработал. Молодец какой. Мамат Кулов. Он два раза сконтрил. До этого надо было дать балл не дали. Вот сейчас все-таки оценили. Очень хорошего парня, да, у вас питали. Грамот. Павловский действительно настоящий сомбист. Просто очень грамотный матч. Технично. Ведет бой. Сватку вернули. И 2-0 сейчас выигрывает. Вот здесь тоже дали оценку. Да. 3-0. Ну, все. Уже эту встречу у него никто не выиграет. Еще. Да. Все, он его раскрыл полностью. Тот уже пошел в атаку. Ему надо было отыграться. Это Мамат Кулов как раз и 3-0. Ну, все. Еще один победитель. Абдурасул Мамат Кулов. Поздравляем. Золотая медаль. И, да, эмоции. Дал выход эмоциям, да, после финального свистка. Да, очень рад. Молодец. Молодец. Абдурасул Мамат Кулов. Петропавловск. Камчатский. Дальневосточный федеральный округ. Видимо, первая такая серьезная международная победа, да? Наверное. Очень хотел ее. Мамат Кулов. Ну, знаете, я посмотрю, конечно, по сайту, посмотрю этого ребенка. Он не мог первую такую. У него очень такая грамотная взрослая борьба. Наверное, что-то выиграл бы он. Да, и сейчас готовится интервью. Давайте послушаем. Абдурасул, поздравляем, что ты стал чемпионом игр Гетти Азии. Что ты сейчас чувствуешь? Чувствую. Спасибо всем, кто болел. Один не спасибо папе. Финал получился тяжелый. И что скажешь про соперников? Соперники были тяжелые, но я готовился к этим соревнованиям. Спасибо тренеру. Сайдамину Ахазуруевичу и Горян Светлане. Награждение производит. Спасибо, молодец, удача. Абдурасул, руководитель Атеатра Горицы. Давайте посмотрим. Это последний бросок на балл. Как зацепил, да? Я же сказал, что с этим мальчиком, если кто-то борется, то он себя как рыба в воде чувствует. А киргиз-вязки ему тяжело было найти ключи. Ну, молодец. Раскрыл его и потом сделал свое дело. Да, и сейчас церемония награждения у девушек. Бронзовые медали у Кылым-Сара из Казахстана и Татьяны Мигалкиной. Вот она стоит справа. Серебряная медаль у Татьяны Бараболе. Дальневосточный федеральный округ. Город у Створись. И золото у Регины Миллер. Золотой Регины Миллер. Красноярск, Сибирский федеральный округ. Такая крепкая фиберячка. И коня на скаку, и везбу. Вот, молодец. Конечно, в двух видах спорта золотые медали. Это непросто. Поздравим спортсменов. И нас ждет следующий финал уже у девушек. В весовой категории до 52 килограммов. Тоже интересно будет посмотреть. Здесь уже международный финал. Опять же, из Монголии и Дальневосточного федерального округа спортсмены выйдут. Екатерина Циберт и Энхотгон Лассоль. Лассоль, да, выйдут на ковер. В весовой категории до 52 килограммов у девушек. Здесь бронзовые медали уже разыграны, да, в утренней программе. Акмарал Серик, Казахстан и Дарья Ермакова. Сибирский федеральный округ, город Иркутск. Проигравшие в полуфинале, они автоматически становятся третьими. Система, 6 штрафов. Так, выходят спортсменки. Хочу у Артура поинтересоваться, насколько популярно у девушек у вас в Краснодаре, в вашей ДИСШ, сколько занимаются, вот самбо, вообще борьбой. В моей школе неоднократный победитель и призер первенства мира. Чемпионаты Европы Анна Гореликова. Девочки и Россию выигрывали, то есть в Краснодарском вообще на большом уровне. У нас до 30, до 35 человек в весе собирается, до 40 человек. То есть культивируется фидспорт, да, конечно. В 27, в 28 муниципалитетах развивается фидспорт. Итак, начинается финал. Кстати, хочу заметить, арбитр на этом ковре, вот сейчас судит финальный, Сергей Лопавок. Он из легендарной школы кстово самбо, международной академии. Шестикратный чемпион мира по борьбе с самбо. Ничего себе, да. Это опытные у нас арбитры, да? Очень, он как борец очень сильнейший, борец такой, великий борец. И вот как парень вообще, вот и судить начал. И тренирует детей, сейчас свой опыт передает. А где сейчас работает? Кстово в Нижнем Новгороде, международной академии самбо. Ну здесь монголка доминирует, я думаю, что она должна выиграть. Она очень физически крепкая, очень неординарная такая. Энхот, отгон лосов, вот очень сложное имя. Балл она уже выигрывает. Хотя россиянка тоже такая настырная, вредная, ну. Экатерина Циберт, дальневосточница из Суриска. Несколько девушек, да, мы видели из этого города. Вообще, Приморский край, у них там девочек очень много, говорят. Там клубы есть, где одни девушки тренируются. Там Амазонка, я знаю, там слышал про такой клуб у них. Ну, очень много клубов там. Начиная от Владивостока заканчивая, Хабаровская всех. Там очень много. Монголка очень чувствительная. Ну, борьба у них тоже в крови, да, у них своя и национальная борьба. И вообще, в культуре у монголов борьба с тысячелетиями, скажем, да. И вот самбо тоже, сам особо, корни хорошо пустила в этой стране. Развивается неплохо. Из меня опять на одном из первых чемпионатов мира монголы уже участвовали. По самбо, да? Да. По дзюдо у них есть и олимпийские чемпионы, там у них дзюдо тоже на высоком уровне. Кстати, их олимпийский чемпион, победитель игры Дети Азии. Да? Да, они у нас постоянно участвуют. Вот одна из пяти стран, которые участвовали на всех пяти, за шести играх Дети Азии. Вот все. Конечно, сильный подспорь это дает для начинающих, вообще для старта. Первый в истории Монголии победитель. Да? Да. И он же олимпийский чемпион в будущем стал потом. Да, вот здесь выиграл, потом стал олимпийским чемпионом. Вот видите, все-таки земля Якутии дает метастазу такую положительную. Да. Не зря, да, называется Дети Азии. Начало побед это по девизу. Да, да, да. Так что, конечно, для молодых спортсменов это опыт хороший. Да, да, да. Многих спортсменов окрыляет, конечно, победа такая на занятии спортом. Он в дальнейшем серьезным занятием спортом понимает, что можно многого добиться, если заниматься любимым видом спорта. И вообще, что это хорошо, что это красиво, что... Вообще, хочу сказать, что сейчас в стране вообще сильно все променялось. Еще 20 лет назад возле турников никого не увидел. Не видели вообще. Сейчас же идут споры там, кто сколько подтянется, кто сколько там подъемов переворот переведет. Это так, которые вообще спортом не занимаются, ребята. Просто вечерами ходят на турники и там друг перед другом они споры устраивают, спорят. Или, допустим, если раньше, я помню, там на шалабаны играли, извиняюсь, в шашки, в шахматы, то сейчас на отжимания играют дети. Это же показатель. Но вы как директор детско-венческой спортивной школы это прекрасно должны знать и чувствовать. Да, конечно. Кому как не вам, да, знать. Поэтому тут, конечно, вся политика, которая сейчас на оздоровление идет нашей молодежи. Очень много работы ведется, очень много. Конечно, где-то это с крежетом проходит, где-то это, но в общем, свои ростки оно дает. Мне кажется, даже если посмотреть первые летние игры, вторые, третьи, все равно количество людей сейчас увеличилось, наверное, мне кажется. Да, конечно. Я здесь на этих играх первый раз, поэтому как бы я так думал, потому что везде идет рост, увеличение детей, занятием спортом. Не на бумагах, как говорится, а вот реально рост по количеству детей. И тем временем у нас завершается очередной финал, практически в 3-0 ведет. Действительно, как вы и предсказывали, да? Да, она с первым в захвате, я уже понял, что этот ребенок... Выиграть должна, выиграть, да? Вот монголы приветствуют, молодцы. Молодец. Ну, дай бог, чтобы стала очередной олимпийской чемпионкой. Энг Отгон Лассоль. Запомним эту фамилию. Молодец, поздравляем, конечно, с этой победой. Хорошая схватка, и, конечно, на протяжении всего турнира она действительно показала, что очень хороший уровень борьбы она продемонстрировала. И сейчас достойно. Вот она грамотно провела раз, сделала атаку под переднюю подножку. И вот сейчас подхват она будет переводить назад. Вот, назад посадила. Это первый балл она заработала. После этого она сделает грамотно переднюю подножку, причем обманула. Показала, остановилась, она вторым темпом ее догнала. Начинаем с церемонии церемонического награждения. Давай. Сейчас у нас готовится очередная церемония награждения. И, конечно же, у нас сейчас выйдут юноши веса до 42 килограммов. Первые чемпионы юноши по самбо. Ну, а вот это победные баллы, которые заработала спортсменка из Монголии. Энг Лассоус. Главная им студия по самбо. Судья международной категории. И церемония награждения. За третье место награждается Идар Абезмобедов в Туркменистану. Документы, Идар Абезмобедов в Туркменистану. Документы, Идар Абезмобедов в Туркменистану. За первое место награждается. Ну, и здесь у нас завершается церемония награждения юноши до 42 килограммов. И чемпиону вышел перед вами наш победитель Абдурасул Маматкулов. Петропавловск-Камчатский, Дальневосточный федеральный округ. Серебро у Нургази Данбасунова из Кыргызстана. Третье место у Идар Абезмобедова в Туркмении. И Ёлки Казербек из Монголии. Вот он перед вами рядом с чемпионом стоит. Чуть-чуть ему не хватило, конечно. Очень уверенно также преодолел всю дистанцию, кроме полуфинала, который выступил будущему чемпионом. И да, сейчас очень волнительный для нас момент, потому что выйдет наш Слава Канощук. В синей форме он выйдет. Это весовая категория до 55 килограммов. Финал. И против него выйдет дальневосточник из Владивостока, Приморья Игорь Рощупкин. Он будет в красной форме. Вот наш Слава Канощук. Несколько схваток Слава выиграл болевыми первыми. Неплохо работал в партере. Но вот в полуфинале... Партеристы на партериста нарвались. Ну и Слава все-таки бросил. Молодец. На последних секундах бросил. И вышел в финал. Посмотрим финал сейчас, как сложится. Очень интересно будет наблюдать. Я даже боюсь обращаться к Артуру за прогнозом, потому что я боюсь, что он может мне то что-то сказать. Я лучше промолчу. Я лучше промолчу. Я лучше промолчу. На этой встрече просто мы ее прокомментируем. Давайте посмотрим. Игорь Рощупкин, Владивосток. Вот он перед вами. Видно оба уверенные мальчики. Наверное, встречались и не раз. Да Слава Конощук. Еще раз скажем. Из Нюрбинского вуза. Родом... Ну очень спортивный, конечно, тоже район наш. Родина нашего бронзового олимпийского призера по боксу. Так что спортсмена оттуда, конечно, очень много. И... Один балл. Один балл, да? Угу. На один балл спортсмену в красной форме. Рощупкин зарабатывает первый балл в первые 30 секунд встречи. Слава, если захочет выиграть, его выиграть только в партере будет. Ему надо сбивать в партер. В стойке он ему ничего не сможет сделать. И вот мы видим, да? Рощупкин его в стойке переиграет просто. Вот сейчас, думаю, шанс есть за Листом. Все, пошла грамотно-тактичная борьба. Такая плотная завязка. Наверное, сейчас арбитр свистнет, да? Ничего. Ну да, там работы нет. Так, такой вы должны свистнуть. Арбитр из Санкт-Петербурга. Очень опытный арбитр. Судя в международной категории. Павел Романов. Ну, Слава Конощук. Его личный тренер. Прокопий Павлович Федоров. У Славы бронзовая медаль первенства Дальнего Востока. Так что наверняка они встречались, да? Ну, конечно, да. Я думаю, что встречались. Две минуты. Фиски завершаются. Пока проигрывает 1-0. Слава Конощук. По 4, по-моему, схватки, да? В утренней программе провели спортсмены. Если не ошибаюсь. По-моему, это 5-ая. Да, это уже 5-ая. Это 5-ая, да. 5-ая схватка. По 4 минуты. Немало времени провели на ковре, да? За ковер вышел в картове. Литов поднимает. Прокопий нервничает. Да. Рисковать надо. Как он рискнул, то и сейчас надо рисковать. За выход финала, когда рискнул, он полез ва-банк. Переигрывает он у нас все время. Вот когда вы комментируете самбо, вот такое ощущение, что вы смотрите в шахматы такой, да? Вот переигрывает. Ну да. Вот тактически очень грамотно надо здесь вести борьбу, конечно, да? Конечно. Сразу видно, да? Кто более подготовленный, кто больше опыта. Все. Здесь он его поймал. Не дай встать. Все. Поймал. Не дал встать. Грамотно. И чего себе сейчас? Сейчас может что угодно случиться. Ну, грамотно. Расчупкин очень грамотно отозащается. Очень грамотно. Да, и вышли. Помничка. Была возможность, да, у Славы? Поймал. Хорошо поймал. И встать не дал ему. Все. Все сделал для того, чтобы сделать голевой. Но мальчик красной куртки Расчупкин. Влад. Грамотный очень. Игорь. Игорь. А, Игорь? Да. А, он с Владивостока. Он разрушает. Если спортсмен синий куртки хочет, начинает что-то там созидать, он начинает разрушать. И сам атаковать. То есть, очень грамотно переигрывает его. Сколько остается? 45 секунд остается, Слава. Ну, в полуфинале удалось, да? Такое чудо небольшое совершить на ковре. Да, сейчас ему рисковать надо, конечно. Да, будет рисковать, конечно. Ничего другого не остается. 30 секунд. Сейчас спортсмен в красной куртке накажут за пассивность. Не то. Это тени толка здесь не пройдет. Здесь надо брать захват и влазить, бросать. Здесь уже рисковать надо. Сейчас накажут спортсмен в красной куртке. Слава сделал не то. И отдал балл, да? Отдал балл, да. Да, очень, очень интересно, да, как проходят эти финалы. Очень тактически в первую очередь. Вот эта борьба его, вот. Вот как надо было, да? Односторонний захват, отворот и поясок. Как он всегда боролся. Вот тут, вот его борьба какая должна быть. Только взял, сразу тот в партер ушел. Только взял, сразу. И вот там заработать, да? А там, да, там он свой бы отбил, залез бы там. Ну, все, что угодно там можно было найти. Да. Но чуть-чуть, может, не хватает пока опута, да? Тактика, тактика неправильная. И тренер неправильно подсказал его. Ну, это их сугубо личное дело. А мы поздравляем Владивосток с золотой медалью. Игорь Рощупкин завоевал золото. Но Слава Конощуп тоже, да? Вот на последних секундах. Молодец, умничка, умничка, что там бывает. Как он выиграл. Давайте сейчас посмотрим интервью с победителем наших соревнований. Игорь, поздравляем, что ты стал чемпионом Игорь Дети Азии. И каково это было бороться с хозяином турнира? Ну, конечно, тяжело. Мало ли что, там судейство, не судейство, на чьей стороне, правильно. Ну, а так, в общем, мне понравились. Все схватки мои. Все было замечательно. Спасибо финал за финал. Было все замечательно. Что для тебя значит быть чемпионом Игорь Дети Азии? Ну, как? Это уже как Олимпиада, считаю. Европейские игры. Ой, азиатские, да, перепутал. Ну, это уже ответственность. Ответственность соответствующая. Это все мы, знаете, сколько лет занимаемся. Все вот здесь вот. Что ты чувствуешь прямо сейчас? Ой, знаете, счастье, счастье, счастье. Благодарность тренерам, особенно родителям, семье, маме. Огромное спасибо. Все. Кто за тебя болел дома? Родители, родители болели. Тренер очень сильно болел. И который там у меня дома, и здесь брат, семья, также девушка. А так, ну, Всевышний над нами, все, помогло. Спасибо. Молодец, спасибо, удачи. Давайте посмотрим сейчас повторы финальной схватки. Да, вот это на бал он бросил его. Ну, вот как Артур сейчас мы с ним рассуждали о ходе этого финального, финальной схватки, и чуть-чуть по-другому надо бы, да, действительно построить. Есть еще, вот говорят, что со стороны проще видно. Конечно. Ну, на данный момент, видя, как он боролся, Славик, видел, как он боролся, то есть у него есть хороший бросок, и он бы этим броском мог бы, он решил проблему в полуфинале, он бы здесь тоже мог эту проблему решить. То есть надо было рисковать ему, и все. А он начал тени толка, и больше львиную долю времени ушло на тени толка, на выталкивание. Ну, Игорь Ращупкин тоже, конечно, не зря ему досталась эта золотая медаль. Нет, он очень хорошенький, да, очень хорошенький мальчик. Он предварительные встречи, я прошу, уверенно. Молодец, достойный мальчик. Там, в Плодивостоке, салют, наверное, сегодня был. Ну, и сейчас будет церемония награждения. Не только спортсменов, но и организаторов, заслуженных людей, которые посвятили свою жизнь развитию самбо у нас в республике. Владимир Капелевич, исполнительный директор федерации самбо сейчас получает. Ну, вот я вот боюсь ошибиться, да, но вот государственную награду. Ну, памятную награду. А кто награждает? А, награждает руководители также нашей федерации. Также наши гости будут награждены, конечно, из Иркутска. Все арбитры тоже, конечно, в обуви не поднимаются на ковер. Это святое для любого спортсмена, борца. Да, да. И вот разуваются, выходят и получают награду. Кто на этом ковре хоть одну каплю пота уронил, то он никогда в жизни туда в обуви не зайдет. Не зайдет, да. А вот и болельщицы наших финалистов. Группа поддержки. Группа поддержки, да. У нас остается всего две финальные схватки. В первом соревновательном дне это вес до 60 килограммов у девушек. Интересно также будет посмотреть. Наша Анастасия Шитикова встретится с Ару от Актон Бояр. Вот, очень сложно выговорить, да. И опять же мы не будем спрашивать прогнозы у нашего гостя. Мухаммед Алу Мухадов в Туркменистан. Это у юношей 66 килограммов. И Александр Иванов в Сибирский федеральный опруг из Алтая. Ну а пока церемония награждения. Уже спортсменов. Весовая категория до 52 килограммов у девушек. Бронзовая медаль у Дарьи Ермаковой. Сибирский федеральный опруг город Иркутск. И спортсменки из Казахстана Акмарал Серик. Также бронзовая медаль. Серебро у Екатерины Цибер. Золото у Энхоткон Ластол из Монголии. Кстати, вот награждает Сергей Лакопалок. За которого я говорил. Заслуженный мастер спорта. Шестикратный чемпион мира. Арбитр. Международной категории. Нет, еще нет пока. Пока нет. Ну, вот он судил встречу финальную как раз. Очень порядочный парень такой. Ну, мне кажется, вообще борьба очень способствует такому моральному, скажем, росту, да, человека. Вы знаете, я думаю, что где бы вы ни были, если вы там к миру самбо отношения имеете, в постсоветском пространстве, там Европе, это. Не дай бог, если что-то у вас там в дороге или что-то случится, найдется самбист, который придет к вам на помощь. Где бы это ни было. То есть один другого, если даже вы его не знаете, но есть люди, которые знают вас и их знают. Борцовское братство. Да, борцовское братство. Спортивное братство. И вот, да, наша победительница. Цветочная церемония награждения. Напомню, что медали вручают у нас в вечерней программе на специальной церемонии на площади Комсомольской у нас в городе Якутске. Можете посмотреть, да, это отдельное действие. Там награждает всех чемпионов, всех призеров, да. Детям какая память, да? Конечно, да. А здесь вот вручают букет цветов. Ну, цветочная церемония такая. Церемония. Отлично. Еще одна церемония награждения, да? Видимо, сейчас идет встреча. Уже встреча, да? Да, 60 килограмм, я так понял, девушки. Да, 60 килограммов. Анастасия Шитикова, республика Саха-Якутия и Сарыл-Ктон-Бояр, Монголия. Ну, здесь я хочу сказать, наверное, все-таки Саха-Якутия возьмет золото. Отлично. Такой прогноз нам нравится, да? Ну, посмотрим, конечно, ковер покажет. Выиграет сильнейший в любом случае. Настя Шитикова. Ей 15 лет. Она из города Алдана. Ее тренер Толикцо Мирзагулович Яросийнов. Да, его имя и фамилию я уже достаточно много назвал. Походу, предварительно сваток. Ну, то есть, значит, позотворно работает человек, да. Да, очень много его воспитанников, да, здесь на соревнованиях. С чем мы поздравляем. Уже есть финалист. И наша Настя Шитикова увлекается также и рисованием. Любит рисовать в свободное время. Вот так, какие данные она указала в своей анкете. Творческая девочка. Да. Она как раз была на ваших экранах. Интересно, не знаю, у тебя вот монголка, какое у нее хобби. Ну, вот сейчас тоже, да. Есть там новость? Да. Физически очень крепкая монголка, конечно. Она, к сожалению, не указала, да, вот чисто спорт, наверное. Ну, я думаю, сейчас переиграет наша. 16 лет. Вот Тон Бояр. Сорыл. Она из Улан-Батора, из столицы Монголии. И тренер личный. Указала на сафт РДН. Так. Все готово. Предпоследняя наша схватка финальная. И девушка из нашей республики Анастасия Шитикова. Красный пулот, пожалуйста. Переиграет. Нет, пока нет оцененного действия. Сейчас упала данная на руки. Эта монголка успокоила она немножко вначале. Еще пытается бросить. Не, монголка сейчас будет есть, но балл. Один балл, да. Спасминка из Монголии. Она здесь просто на корове ковра немножко перестраховалась. Зря. Ну, тут девушки сразу, да, бросились в атаку. Угу. И стали выздать. И еще один бросок. Уже на два балла, да. Да, да. 3-0. Да, физически очень крепкая монголка, конечно. Сейчас пытается удержание провести, пока нет. Сорвется сейчас. Да. Анастасия Шитикова. Надо чуть собраннее, мне кажется, да, проводить схватку. Снести хотела просто. В первую минуту. Но такого в финале не будет, наверное. Сильный спортсмен. Физически крепкий, в общем, да. Ну, я знаю, чуть-чуть успокоила, конечно. Монголка настолько заряженная вышла. Я думаю, сейчас успокоится Монголка и Ситников разберет ее по запчастям. Главное, чтобы не остановилась. Опять пошла в захват активный, пытается бросить. Главное, чтобы не остановилась. И сил, чтобы хватило, да, на все 4 минуты? Нет, сил хватит. Функционалка у нее нормальная. Так, предварительно встречу смотрел. Вот у Монголки может не хватить. Она чересчур такая заряженная. Гореть, да, может быть? Нет. Вот примерно такая картина. Сейчас она... Вот, как вы говорите, да? Должна разобрать, да? Ну, да. Вот, вроде должна прочувствовать сейчас свой захват. Взять и бросок совершить. И... Вот балл. Здесь балл. Балл. 1-3. Ситикова заработала. Как она неграмотно... Уйти, 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 уйти. Ушла, да? Ушла, умничка. Так, ну, я думаю, что сейчас еще время вагон. Еще время вагон. Я думаю, что она... Если сейчас не остановится... Она расслабляется, она бросает и останавливается. Здесь нельзя расслабляться. Это не тренировка, да? Это уже финал. Еще какой финал? С какой спортсменкой она борется? Она тут пацанов в этом весе поразбирает, мне кажется. Все, сдулась Монголка чуть-чуть. Вот уже хорошо. А ей партер не нужен, только в стойке. Вот, уже Монголку второй раз наказывает. 3-2 счет. Я думаю, что если все так будет, она выиграет. Если вот в таком темпе, да? Да, да, да. Не останавливается. Главное, не останавливается. Все, Монголка сдулась везде. Поэтому... Хотя очень крепкая тут... Я же говорю, очень крепкая тут... Балл заработала, да? Праправнучка династии Чингисханов. Да. Очень крепкая. 4-2. Тут до последней секунды неизвестно, кто выиграет. Так что... Смотрите внимательно. Чего это тебе надо? Тебе это не нужно абсолютно. Время только, да? Время только сейчас потерять. Время тянет, конечно. Ее абсолютно нужно. И сейчас больше нас для судей надо работать, активизировать. Судьи могут наказать за пассивность. Ой, еще бросок какой на 4 балла. Да, вот это уже серьезно. Она расслабляется. На краю ковра она расслабляется, останавливается. А та в этот момент начинает атаковать. Вот это большая, глупая ошибка. Все было рядом. Могла выиграть пока она. Но еще не все потеряно. Видите, на краю борются. На краю выходит, а на краю останавливается. Вот ошибка. 8-2. Ну, минуты есть в распоряжении у Насти, чтобы изменить сейчас счет. Надо постараться, постараться, если хватит сил. Давай попробовать взять на бросок. Хороший вроде захват был, но обоюдовострый. Получается. Попеременно пытаются бросить друг друга спортсменки. Не получается, нет. Битва титанов прям. Честно, я уже вспотел весь, если смотреть. Хорошая встреча, очень такая. Да, очень. Эмоций много тоже потратили, да, спортсменки. Ну, спортсменка из Монголии, она по собране, да, вот. Она крепкая, она же говорит. Даже не скажет, что она этого года. Очень мощно, очень. И 9 секунд всего остается. Да, золото уплывает, надо сказать. Сейчас. Монголию. И, конечно, 5 секунд. 3, 2, 1 и все. Ну вот, ваш прогноз, к сожалению, скажем. Второй раз. Опять на Монголах я подкосился. Монголы, да. Монголы такой народ. Там Ёлка проиграл, здесь наоборот выигрывал. И да. Ну, встреча очень хорошая. Эмоции какие, да. Молодец, конечно, сорыл. Аптон Бояр на 4 балла, вот последний, да, вот особенно. Наверное, вот это бросок и решил исход, да, этой схватки. Ну, Анастасия Шитикова тоже, конечно, поздравим. Серебряная медаль. Надо еще чуть-чуть поработать, да, с тренерами. Ну, может, тактически, вот на краю ковра расслабляйтесь. Первая, она упала на... Да, и у нас готово интервью. Давайте послушаем. Субтитры подогнал «Симон» Начинается соревнование цветочного награждения и каково было бороться в такой ситуации. Конечно, было тяжело. Но, кажется, соперница. И я очень рад, что Дейти Ази выиграла. И буду дальше победить. Как отцениваешь свою борьбу? За второе место награждается. Ну, все соперники молодцы. Но они очень сильные были, конечно. Я бы очень подготовил это. Именно это соревнование. И победил. В Монголии очень сильные борцы и... За первое место награждается. Сильные борцы и... Как уверена была в своей победе? Да, у нас очень сильные борцы. Ну, и продолжала эту победу. И будем победить дальше. Спасибо. Спасибо. Удачи. Спасибо. Временем у нас завершается церемония награждения. 55 килограммов. Юноши и видели, как наш Слава Коначук тоже свою порцию аплодисментов собрал. Игорь Ращупкин здесь первое место. На третьем месте Нюрбек Коначулы из Казахстана. И Арзу Вельгди Хомадов из Туркменистана. Ну, вот и у нас сейчас последняя схватка начнется. Но тем временем мы увидим победные баллы, которые набрала спортсменка из Монголии. И да, вот последняя. И нас Анастасия Шитикова взяла серебряную медаль в этом весе. Она родом из Алдана, еще раз напомню. И готовится схватка у юношей весовой категории до 66 килограммов. Мухаммед Алу Мухадов из Туркменистана и Александр Иванов. Сибирский федеральный округ Алтай. И какие эмоции. Да, вот все силы отдала сегодня, конечно, эта девушка. Я первый раз вижу, чтобы монголы плакали. Да, люди, конечно, да, такие северный, нордический тип, да, скажем, да. Я с ними тоже боролся, и я хочу сказать, чтобы вот такие эмоции увидеть. Итак, перед вами Мухаммед Алу Мухадов, Туркменистан. Очень тоже хороший спортсмен, да, с хорошим уровнем мастерства. Вообще мы, скажем, слабых туркменов не видели здесь, да? И Александр Иванов тоже, Алтай. Национальная борьба, Гулеш у них это в крови. Александр Иванов, Алтай. Сибирский федеральный, Алтайский край. Кстати, Саша тоже очень уверенно прошел все встречи свои. И этот мальчик тоже. 66 килограммов. Серьезный вес. Такая зрелая уже борьба здесь. Ну, смотрим. Мухаммадов, Мухаммед Али является победителем первенства Туркменистана. То есть он первый номер у себя, да, в республике. Александр Иванов победитель первенства Сибирского федерального округа. Родом из Заринска, Алтайского края, 60 лет. Интересная завязка здесь. Сибирский федеральный, Алтайского края, 60 лет. Александр пытается провести. И один балл показывает арбитр. Вы знаете, там не было вообще. Не было, да? Такую вещь нельзя оценивать. Ну, как бы был в партере. В синей куртке. Портсмен Мусаша. А Туркмен его обошел. Ну, там борьба с партером. Переворот в партере это не оценивается. Замечаемое, единственное, что могут дать сейчас спортсмену в синей куртке. Ну, да, дали замечаемое. Туркмен очень такой настырный, опытный. Вот балл. Здесь балл. Не оценивается. Поймал Саша его. Поймал на болевой. Взял руку, да? Да, да, поймал там болевой. Работает, работает Саша сейчас. Асчитываться больше времени, да? Не сможет оторвать. Если не оторвал, уже не оторвет. И Саша сейчас пойдет. Две минуты пролетели быстро. На болевой дается одна минута. На проведение болевого приема. Ну, это в атаке. Если спортсмен атакует, делает болевой. Там тянет его. Подается одна минута. Что-то судьи. Она свистнула. Судьи молчат что-то. А вот наказали. А вот Александр Иванов поиграет уже один балл. Предупреждение. А вот Александр Иванов Уже Александр Иванов побеждает. Поймал на болевой. Очень хорошо поймал. Сдача. И да, сдача. Очень хорошо поймал. Молодец. Вмничка. Александр Иванов. Город Дзеринск. Алтайского края. Такой самородок сибирский. Выиграл у нас, да. Мальчик из Туркмении. Хорошая схватка. Молодец. Вот это самбо, да. Вот это. Здесь. Перипетии какие-то. Просто невозможно угадать действительно, кто выиграет. Если равные в мастерстве спортсмены. Любой момент. Можно ждать и болевого. И броска, да. Который определит уже победителя. Ну и, как я говорил, здесь нельзя просто не бороться. Здесь не разрешается вообще избегать схватки. Сейчас, видимо, у нас готовится интервью с победителем. Давайте посмотрим. Александр, мы поздравляем, что ты стал чемпионом Игры Дети Азии. Сначала ты проигрывал, но вдруг резко победил. Это тренер дал такую тактику или так получилось? Ну, так получилось. Борьба, она какая неожиданная. Какие чувства тебя сейчас переполняют? Ну, радость, что победил. Тренера довольны, что... Ну, город мой за меня болел. Хочу им всем передать привет большой. Спасибо всем, кто за меня. Ты доволен своей борьбой? А? Ты доволен своей борьбой? Да, доволен. Ну, конечно, еще требует физических навыков и технических. Что для тебя самбо? Не бойся. Ну, самбо для тебя что? Это серьезно или это хобби? Серьезно, конечно. Я хочу достиг больших высот. Стать чемпионом мира и будущим, если в самбо, допустим, до Олимпийских игр, я хочу стать Олимпийским чемпионом. Спасибо, удачи. Ну, а теперь церемония награждения весовой категории до 60 килограммов у девушек. Бронзовые медали у Анастасии Ходоско из Новосибирска и Анны Порубенко из Благовещенска, Дальневосточный федеральный округ Анна Порубенко. Вот они перед вами, бронзовые медалистки в наших соревнований. И наша Анастасия Швитикова здесь получает вторую награду, серебряные медали, букет цветов. Рада Настя, чуть-чуть ей не хватило. Ну и наша победительница, старух Охсон Бояр, Монголия. И вот победные эмоции нашей победительницы в весовой категории до 60 килограммов, Сарыл Охтон Бояр. Молодец. Слезы радости. Очень сложный финал. Наша Настя вроде нагоняла и вот в концовке поставила точку Сарыл Охсон Бояр. Сарыл Охсон Бояр. Завершаются наши соревнования, первый соревновательный день. Шесть весовых категорий, три веса у девушек и три у юношей. Завтра также у нас соревнования по самбо, второй соревновательный день посмотрим. Ну а сейчас заключительная церемония награждения, цветочная церемония сегодня. И рисовая категория до 66 килограммов. Бронзовые медали у Антона Калачикова из Дальневосточного федерального округа и Григория Подкорытова, Уральский федеральный округ. Финалист и серебряный призер Мухаммед Далу Мухадов, Туркменистан и Александр Иванов, чемпион этих игр. Он зайдет на высшую стопеньку перестала почета. Антон Калачиков, Дальневосточный федеральный округ. Григорий Подкорытов и Антон Калачиков, Дальневосточный федеральный округ и Урал. Ну и спортсменец Туркменистана, который очень здорово себя проявил на этих соревнованиях. Молодец. Мухаммед Далу Мухадов и Александр Иванов, самородок из Алтайского края, который выиграл золотую медаль в летовой категории до 66 килограммов. Победитель на соревновании. И да, все ребята сейчас подтягиваются. Победитель будет церемония награждения, фотографирование на память. Давайте посмотрим, вот победные действия нашего спортсмена. Болевой прием и сдача. Александр Иванов. Победитель. Да, на этом мы с вами прощаемся, но ненадолго. Завтра увидимся здесь же на соревнованиях по самбов. Не болейте, друзья. Будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok